Шествие демонстрантов поднимается с Крещатика. Перед Кабмином около тысячи человек. Владимир Косянчук – глава Броварского профсоюза педагогов. Выступает за повышение минимальной пенсии и зарплаты, а еще против отмены надбавок и командировочных педагогам. На митинг приехали из Харьковской, Запорожской, Хмельницкой и Киевской областей. У Кабмина авиастроители, ученые и педагоги, металлурги, горняки и коммунальщики. Требования у всех одинаковые – повышение уровня жизни, снижение налогового гнета, экономически обоснованные тарифы на коммунальные услуги. Необходимо этой владе подумать в первую очередь о людях, которые живут в этой стране, а не для того, чтобы эти люди просто остались один на один и просто втрачаем нацию, население вимирает в таких условиях життя. Это не условия життя, это условия выживания. Мы требуем достойной заработной платы, чтобы вернули все социальные требования. Вымоги, потом заснятие 15% обложения пенсионерам пенсии, ну и чтобы молодежь больше зарабатывала. У нас промышленность находится в плачевном состоянии, но мы знаем, что в принципе промышленность – это основная база, на которой держится и бюджет страны. Но поскольку мы из промышленного региона, мы Запорожье, там у нас масса промышленных предприятий, и естественно у нас уходят люди, потому что сокращение рабочих мест. Мы за создание рабочих мест. Профсоюзы требуют организации круглого стола с их участием в кабинете министров. Сетует, Майдан прошел, но это ничего не изменило. Новая власть действует по старым принципам. Мы вышли сегодня для того, чтобы уряд не лишь прислухался и зрозумев, что так дальше не можно. Треба сидеть за стил и начинать размовы, не лишь размовые дии. Эту акцию назвали предупредительной. Если Кабмин Украины не отреагирует, митинги станут гораздо более многочисленными. Ведь профсоюзы выражают интересы более 8 миллионов человек. Оксана Виттер, Александр Марынюк, 17 канал. Желаем вам мира!